всем привет привет у меня мог банк ребят решил прийти поужинать в это как кафешка мы здесь уже были вот такой турецкий небольшой ресторанчик заказал вот такие вот крылышки тут лучок перчик сейчас я вам подсниму вот такие вот крылышки лучок рис мой любимый пилав соусы салат овощиной и короче лепешка давайте вместе покушаем на сами мукбан кушаем вместе кушаем вкусных и аппетит а еще сегодня много я не знаю решился небольшой праздник устроить куда-нибудь вылезти вот так что напишите пожалуйста комментариях что в основном кушать поставьте лайки они же пальчики вверх да вот ну и подпишитесь кто до сих пор не подписан ну как видно и слышно будет не знаю микрофон и конечно же не брал он нужен да мы с вами так посидим кушаем вкусненько так салатом руки я помысл а кока-кола еще хотела надо кока-кола давайте начало рис мой любимый рис мой чуть не сбил он здесь все машины паркуется ой блять рад развалил он здесь все салат такой вот вкусно надо мало ли фотография а посвящение здесь не очень надо надо же крылышко сожрать пока здесь развернешься у нас но я здесь беру сюда только крылышки они бесподобные шикарные вкусненькие хлебушек пропитанный мы сейчас его на самом деле я потихоньку думаю я это все съем если не так уж много и кушал так что я голодненький надо кока-кола попросить соус йогуртовый знаете с неимоверно сложно в таких местах выставить кадр без штатива без каких-то бы не было нет николу фанту хочу сэр фанту мне кажется очень красиво да вы и гомня бляпаться рис Панк. Тут же это кола, это уже надоело. Виски, кола, все с колой. Салат. Полиция хай. А может кушать пришла тоже. Ой. Все падает. Тарелки полные. Охота всего. Кстати, интересно, этот перец в этот раз острый, нет? Нет. Ой. Фу. Ой. Зачем же такой класть-то? Рис. Я знаю, рис. Ой. Какой кошмар. Очень острый перец. Фу. Обычно он либо сладкий, либо прям чуть-чуть острый. Но тут что-то совсем охерели. Какой кошмар. Я такой не могу. Я не знаю, для чего это, для красоты положили. Вот это вот все не острая джика. Ну, на этом, как говорится, спасибо, да? Очень вкусно. Я, правда, не знаю, когда этот перец выйдет. Потому что на завтра у меня есть плюс еще эфир. Скорее всего, вы смотрите это в субботу. С большей вероятностью. Тут, кстати, такая капуста. В салате красная. Она как будто маринованная. Но это не квашеная. Хотя... Хотя похоже, что квашеная. А рис. Боже, я обожаю рис. В Турции его готовят бесподобно. Ну и сам рис очень вкусный. Давайте вот в этот соус окунем. Праздник живота все устроен. Здесь, кстати, не продают алкоголь в этой кафешке. Находится сзади ПТТ. Почта. Главная почта. Центральная. На Татюрке. Мы все ходили с Иной. Мне Инна и показала когда-то. Это место. И с ребятами. С Леной Забинковой. Как же вкусно. По сути, мясо-то... Ну, понятно. Тут еще косточки. Не так уж прям это. Но... В совокупе. Полноценный обед. Ну, где-то вот это все выйдет на 200 лир. Нормальная цена. В нынешних реалях. Это 700 рублей. За мясо. Гарнир. Большую порцию. Причем салат. Полноценные порции, ребят. Вот вы не пришли куда-нибудь в другое кафе. И там вот стоит такая маленькая тарелочка. И на ней вот все навалено. Чуть-чуть салат. Чуть-чуть риску. Там вот это вот все. Здесь прям вот так вот. Все полноценное. Порция. Для хорошего расклада. Вот этого хватило бы на двоих покушать вполне. Потому что и салат, и рис. Большие порции. Ну, так как я сам большой. Кстати, очень хорошо. По-моему, уже 13 тысяч просмотров на моем мукбанге с Ленкой Завинковой. Где мы кушали. Тут всегда дожареное мясо. Претензий нету. И оно сочное. Но в этот раз я бы подержал. Крылышки еще 3 минутки точно. Хотя, ничего сырого нету. Но я люблю, когда прям мясо суховатое. Не люблю ни с кровью, ни в коем случае. Мясо. Я люблю, чтобы все было доготовлено до конца. Почему я дома такой йогуртовый соус не делаю? По сути, здесь зелень. А чуть-чуть специи. Может быть, даже чуть-чуть чесночка. И то не факт. И йогурт, соответственно. Почему я такой дом не ем? Ой, не делаю, не знаю. Видимо, давление-то что-то на уши надавило. Лахмаджун здесь нечего-то да. Сейчас наемся просто от пуза. Работают, кстати, до поздна. Ну, до 11 точно. А что вы самокушаете? Сегодня сына, кстати, не встречались. Отдыхаем друг от друга. На самом деле у нее сейчас свидание. Ну, как свидание. Со своим хахалем. Ой, так хорошо, когда поджет. Я бы, может, еще пивка бы взял. А что меня останавливает? Сейчас пойду. В мигерсе возьму пивка. То ли я была, обляпался, то ли от чего это. От стола налетел, ладно, потом почищу. Ну, это не пятна, это как будто вот об стол. Пыль, пыль. Я на улице сижу. Кошка такая злая пришла. Рыжая. Рис. Я вообще риса люблю. Гречка на втором месте. Она на стол залезла. Ну, кости же нельзя давать. А крылышек тут две штуки. Они тут не голодные. Я им на завтрак все время, когда хожу, что-нибудь кидаю. Сыр я не бузу не жрет кошка. Не соленый, обычный сыр. Они зажравшиеся. Ой, блядь. Такой здоровый кот пришел. Кошмар. Куда такого кота-то откормили? Слушайте, он прям как карабас-барабас. Ну, вот эту лепешку они мне принесли. Что-то она не к силу, не к двору, знаете. Надо было ее просто не начинать. Я забыл, что здесь тоже подается лепешка. Но она пропитана соками от мяса. Я эту начал, лепешку. Но она еще суховатая. Хотя, не, нормально. Ну, может, сейчас доем. Может быть. А может и не быть. По билетам все без изменений пока что. Но я не знаю, когда вы будете смотреть. Что будет на тот момент, но. Если что, я вам все расскажу. Маленькая такая бутылочка. 200 миллилитров, ребят. 200 миллилитров. Просто одна, один стаканчик. Стоит, по-моему, 25 лет. Около 80 рублей. Немножко за 200 грамм фанта многовато. Но это в бутылке. Это не разливная. Стеклянный. Поэтому нормально. Девчонка, одна из контакта. Писал, хотел встретиться, подпишется. Еще неделю назад. Но они еще здесь. Но они сейчас по магазинам. Она говорит, я за любой кипиш. Может быть, получится. Типа, если я не буду успевать, типа, можно чуть-чуть попозже, если я буду свободен. Я говорю, ну, напишите. Я вала немного встречаю. У зрителей. Блядь, у меня еще два крылышка. Я уже наелся. У меня еще рис. Чуть-чуть осталось. Ну, зато нажрался, так нажрался. Ну, можно баночку пивта пропустить. Около моря. Угу. Я особо наушники взял. Вот и лепешка пригодилась. Но она эта. Где тоненькая, там она уже твердая. К сожалению. Они их здесь сами пекут. Тандыр у них типа. Ну, не тандыр, а печка. Каменная. И когда вдвоем приходишь, такую же порцию салата дают на двоих. Одному выгоднее жрать. Вот Оксанка. Ширяева с Игорем тоже. Игорь есть не хотел. Оксанка пошла. И одна кушала. Говорит, одной жрать выгоднее. И салат целый, и лепешка целая. Вот все для тебя одной горит. А то мы туда пришли четвером. Нам салат, ну, грубо говоря, в два раза чуть больше. Хорошо. Дали на четверых. Одну лепешку на четверых. И вот эти соусы. Здесь ни одному. Музыка включилась какая-то. Какие-нибудь потом не права, да? Вроде. Мне кажется, она без авторских прав. Но салат очень вкусный. Вроде ничего особенного. Красно-квашеная, типа капуста. Все. Пошла музыка. Я, в принципе, почти доел. Только кости остались. И одно крылышко. Вам спасибо за просмотр. Кто не доел, доедайте. Вам приятного аппетита. Ставьте, пожалуйста, мне лайки. Если вам не сложно, напишите хороший, добрый комментарий. Напишите, что вы кушали. Ну, а чтобы я знал. Мне интересно, я честно говорю. Я отвечаю почти на все комментарии. На хорошие точно. Вот. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на мой второй канал. Артем Воронф Лайф. На мой Дзен. Ссылочки все описали на мои соцсети. Запрещен. Крам, где меня хотите видеть ежедневно. Меня мало. Ищите там. Ну, а если заблокировать YouTube, подписывайтесь на Дзен, ребят. Ссылка тоже в описании. Всех люблю. Всех целую. Всем приятного аппетита, кто не даёт. Пока. Пока. Поехали.